МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лучшие по профессии в филиале группы ЛИМ соревнованиями среди варщиков и сушильщиков завершились конкурсы профессионального мастерства. Колейность на дорогах, моблагоустройство, устранять неровности на городских автодорогах будет в следующем году. За качественную и достойную медицину врач Коряжемской городской больницы Андрей Руснак принял участие в масштабном форуме Общероссийского народного фронта. Эти и другие новости сегодня в программе на канале ТВ Коряжма. В студии Елена Кузнецова. Здравствуйте. В Москве 6 и 7 сентября прошел масштабный форум Общероссийского народного фронта за качественную и достойную медицину. Коряжемское здравоохранение на нем представил врач-травматолог-ортопед Андрей Руснак. Он принял участие на дискуссионной площадке, где обсуждались вопросы экономики и управления системой здравоохранения. Среди выступающих определилось, можно так сказать, две направления. Люди, которые говорили о том, что денег на сегодняшний день действительно мало, но больше их не станет. И их предложением было все-таки искать так называемую зону неэффективности расходования средств. То есть расходовать средства, которые имеются эффективно. Люди призывают к рациональной и адекватной оптимизации в здравоохранении, которая отнюдь не направлена на сокращение учреждений здравоохранения, ФАПов или врачебных ставок, а той оптимизации, которая позволит адекватно и грамотно расходовать средства. Форум Общероссийского народного фронта за качественную и достойную медицину – это первый опыт открытого диалога врачей и власти. В московском экспоцентре собрались те, кому неравнодушна судьба российского здравоохранения. Специальный репортаж о форуме смотрите сегодня во второй части нашей программы. В филиале группы «Лим» завершился конкурсный марафон. В среду 9 сентября за звание лучших по профессии вступили варщики целлюлозы, сушивщики бумага и картонно-отделательных машин. Среди варщиков-сушильщиков конкурсы профессионального мастерства различались содержанием этапов. Варщикам был готовен только теоретический тур, но при подведении итогов учитывались еще и производственные показатели. Сушильщики же показали свои знания и в теории, и в практике. Там вообще было 10 вопросов. Самое сложное, наверное, по расходу все же было ресурсов, необходимых на сушку бумаги. Сколько в киловаттах было, и сколько нужно потребоваться пары, чтобы высушить одну тонну бумаги. В принципе, я был не готов. Вот эти вопросы я угадываю. Сегодня вопросы были не из легких. С этим соглашались все конкурсанты. Сдав экзаменационные листы, они бурно обсуждали ответы и ждали вердикт конкурсной комиссии. Как оказалось, никому из сегодняшних участников не удалось ответить правильно на все 10 вопросов. Четверо конкурсантов показали одинаковый результат – 8 баллов. Они были допущены к практическому туру, где предстояли сшивка прессового сукна и сшивка плетеного заправочного канатика. Ну, обычные сейчас канатики, они более крепкие такие. Раньше, конечно, чаще. Сшивать заправочные канатики сушильщикам приходится периодически. Так, на недавнем останове Сергею Мелькову предстояло сделать это 12 раз. Поэтому на конкурсе для него это было обычным заданием. Но по итогам двух туров – теории и практики среди сушильщиков бумага и картоноделательных машин он набрал наибольшие баллы, а значит, стал победителем конкурса профмастерства. На втором месте Андрей Яруш – представитель картонно-бумажного производства и на третьем Леонид Заболоцких – производство офисных и офсетных бумаг. В этом году был сильнейший состав варщиков с ПСБЦ. Самые лучшие варщики ПСБЦ были. И, соответственно, они первые разделили. Первое и второе место – это Салтанов Сергей и, соответственно, и Филиппьев Анатолий. Ну, критерии отбора – они были лучшие в теоретической части, второй части конкурса. И у них лучшие производственные показатели. Притом, лучшего варщика выбирали по дополнительному вопросу. И Салтанов Сергей оказался немножко посильнее. Третье место занял варщик картонно-бумажного производства Пикин Сергей. Победители и призеры определены. Чествование лучших по профессии пройдет в рамках праздничных мероприятий Дня работников леса. Глубокие колеи на дорогах – одна из причин дорожных аварий. В Коряжме колеи образовались сразу на трех городских улицах. Самый глубокий из них – на Архангельской. Устранить неровность на проезжей части ему благоустройство должно было еще в 2013 году. Но этого не сделано до сих пор. Причина – нехватка бюджетных средств. На улице Архангельской наибольшая интенсивность движения. Эта автодорога соединяет Архангельскую и Вологодскую области с Республикой Коми. В Коряжмском отделе ГИБДД улицу Архангельскую считают наиболее аварийным участком не только из-за большого потока машин, но и из-за колеи, которая сегодня составляет около 5 сантиметров. Ездить по ней, особенно в зимнее время года, становится опасно. У нас весной там было одно ДТП, когда вот у магнита. Там человек не справился с управлением. То, что была наледь, и, соответственно, колея машину занесло, он попал там между тополей у нас. Так-то не очень хорошо ездить на большей скорости. Это очень плохо. У меня машина низкая, так мне бывает, что очень тяжело. Приходится ехать между колеями. Моя машина, тем более, задевает вообще пузом уже. Очень неудобно и опасно. Если будет гололед, вообще будет ужасно. Коряжмские инспекторы ГИБДД по дорожному надзору еще в 2013 году вынесли предписание МОБ благоустройства с требованием устранить неровность в проезжей части. Причем не только на улице Архангельской. В список попали улицы Депцина, Лермонтова и Кутузова. С конца 2013 года в Коряжму приезжала лаборатория с Архангельска, проводила обследование уличной дорожной сети города. В частности, на улице Архангельска была выявлена колея, с которой не соответствует ГОСТ. Соответственно, было выдано предписание МОБ благоустройства, чтобы она была устранена. На это выходила в суд у нас прокуратура, наша Коряжмская. Иск был удовлетворен. Предписание ГИБДД осталось невыполненным. Деньги нашлись только на ремонт улицы Депцина. И это печальный факт, поскольку остальные проезжие части последний раз ремонтировались 10 лет назад. Гарантийные сроки на их дорожное покрытие давно истекли. На ремонт трех городских улиц Архангельска, Лермонтова и Кутузова необходимо около 45 миллионов рублей. Такими средствами городская казна не располагает. По крайней мере, мы администрацию города поставили в известность о том, что необходимо есть данные средства на лепидацию колена. 10 лет уже прошло. Придел нагрузки на улицу Дорожную сеть, которая у нас существует, на улицу Архангельскую. Это неинаверно просто. Надо просто расширять проезжую часть. У нас очень низкая проезжая часть. Поэтому у нас получается, что все это скалило, скалило. В июне этого года Коряжемский городской суд рассмотрел просьбу МОБ благоустройства отсрочить устранение неровностей на городских дорогах из-за дефицита бюджетных средств. Суд пошел навстречу муниципальному предприятию и вынес решение отсрочить выполнение работ до 1 сентября 2016 года. Стоянка на площади перед зданием управления филиала группы «Элим» запрещена. Об этом еще раз горожанам напоминает отдел ГИБДД. Место, с которого начинается территория, где стоянка запрещена, обозначен дорожным знаком зоны с ограничением стоянки. Также на самой площади установлен знак «Стоянка запрещена». За несоблюдение требований указанных знаков предусмотрена административная ответственность, штраф в размере полутора тысяч рублей и задержание транспортного средства. По словам сотрудников ГИБДД, в настоящее время решается вопрос об установлении таблички «Работает эвакуатор». После ее установки транспортное средство, поставленное на стоянку в зоне действия этих знаков, будет задержано и эвакуировано на охраняемую стоянку. Забрать автомобиль водитель сможет лишь после получения в отделе ГИБДД разрешения о выдаче задержанного транспортного средства. Также на водителя будет составлен административный материал. Коряжемский магазин, где круглые сутки продают алкоголь, подвергся нападению агрессивных покупателей. Ущерб, несколько разбитых бутылок алкоголя и психологический стресс у девушки-продавца. Около полуночи 6 сентября двое мужчин зашли в винный погреб, где и днем, и ночью продают алкоголь. Двое посетителей купили бутылку крепкого напитка, литровую банку пива. Уже в тот момент между продавцом и покупателями началась словесная перепалка. Когда мужчины стали уходить из магазина, девушка пошла за ними. Вернулась через несколько минут, но вслед за ней вернулся и один из мужчин. Вел он себя агрессивно и свое недовольство выразил тем, что смахнул с витрины несколько бутылок алкоголя, а потом повторил свою диверсию. Сколько составил ущерб, уточняется. Полиция уже задержала этих двух ночных покупателей. Выясняются все обстоятельства инцидента. Выставка «Шубы на распад». Тысяча шуб по сниженным ценам 12 и 13 сентября в МКЦ «Родина». Розничной сети «Магнит» 21 год. Мы говорим спасибо за каждый день с нами и дарим скидки и подарки. Чай «Липтон Йеллоу Лейбл» 149,90. «Магнит» – всегда низкие цены. Внимание! В Коряжемском культурно-досуговом центре состоится выставка продажа «Вологодский мед» и «Мед России». Цены от 250 рублей за килограмм. Ждем всех 11 сентября с 10 до 18 часов. Детский кондиционный магазин «От мамы к маме». Принимаем на организацию и продаем детскую одежду. Обувь, игрушки, кроватки, коляски и многое другое. «От мамы к маме». Магазин «Салаки» Космонавтов 6. В меховом салоне «Зимняя сказка» распродажа. Шуб из механорки. Колоссальное снижение цен. Скидка до 30%. Коряжма «Котлас». 14 и 15 сентября в Коряжме ярмарка региона России. В продаже колбасные и кондитерские изделия, демисезонная одежда, элитное постельное белье, сувенирная продукция, товары для красоты и здоровья, саженцы и многое-многое другое. 14 и 15 сентября за зданием администрации города-ярмарка региона России. В Москве в экспоцентре прошел масштабный форум Общероссийского народного фронта за качественную и доступную медицину. Участниками этого форума стали врач-ортопед-равматолог Коряжмской городской больницы Андрей Руснак и корреспондент ТВ Коряжма Марина Ладыгина. Специальный репортаж из столицы далее в программе. Ноу-хау российской науки. Специальная разработка – нейрофизиологический комплекс, который позволяет человеческому мозгу самому восстанавливаться после инсульта или травм, заставляет его работать. Сила мысли велика. Это на деле демонстрируют создатели уникальной машины будущего. Производство пока не запатентовано. Использует по максимуму всю оставшуюся физиологию и позволяет локализовать область повреждений и создает наилучшие условия для восстановления повреждений в управлении движения. На выставке ОНФ представлены самые новые образцы медицинского оборудования российского производства. Здесь и робототехника, которая в будущем займет свое место в системе здравоохранения, и уникальные комплексы, которые уже в обиходе российских больниц. Как врачу-ортопеду Андрею Руснаку интересны новейшие ортопедические системы отечественных производителей. Мы очень давно работаем с детьми-инвалидами. И здесь представлены как раз образцы инновационные, импортозамещающие из отечественных материалов. Это образцы ортопедических аппаратов и других ортопедических изделий для детей-инвалидов. На сегодняшний день, ну мало того, что в Коряжме, вообще, наверное, в Архангельской области дети-инвалиды, дети, страдающие детским серебральным параличом, какими-то нарушениями опорно-двигательного аппарата, они не имеют возможности получить вот эти приспособления, так называемые ортезы индивидуального изготовления, хотя должны их получать. А здесь мы увидели стенд с изделиями вот этими ортопедическими нашего отечественного производства, нашего производителя. И, в общем, я думаю, что, надеюсь, что посещение этой выставки, оно поможет, может быть, каким-то образом наладить работу с данным производителем. В Большом зале Московского экспоцентра собрались лучшие врачи, те, кому неравнодушна судьба российского здравоохранения, те, кому больно от того, что сейчас происходит в районных и областных больницах. Цель ОНФ – достучаться до власти и изменить тенденцию. Голос врачей, которые ежедневно сталкиваются с последствиями реформ, должен быть услышан. Эти материалы, которые мы представили, явились результатом очень большого и кропотливого труда очень многих людей и общественников, и экспертов. И мы попытались обозначить те наиболее острые вопросы, проблемы, которые сегодня являются актуальными для нашего здравоохранения. Работа форума продолжилась на пяти дискуссионных площадках. Темы для разговора, что говорится, на злобу дня. Одно из самых жарких обсуждений проходило на площадке «Доступность и качество медицинской помощи. Итоги оптимизации». Ответ за последнее нововведение одержала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Врачи напрямую обвиняли министерство, что реформы по оптимизации губят российскую медицину. Мы пишем, говорим, что не сделано. Нет, это мнение не учитывается. Как могут для таких важных решений приниматься и не учитывать? Но мы же не враги. Мы хотим то же самое, хотим одного, чтобы общество было здоровым, чтобы оно развивалось, чтобы показатели были лучше. Сегодня стоял вопрос уже, давайте наложим мораторий на всю эту оптимизацию. Это и транспортная недоступность для населения, это наша нехватка врачей, узких специалистов, это рост платных медицинских услуг, это сегодня оборудование, которое мы получили, но требует сегодня его реабилитации, это, как можно сказать, оборудование сегодня, не за счет медицинских учреждений, это закрытие медицинских учреждений наших больниц участковых, наших ПАПов. Корежемский врач Андрей Руснак принял участие в обсуждении вопросов экономики и управления системой здравоохранения, как эффективно расходовать средства, которые выделяют на медицину. Среди выступающих определилось, можно так сказать, два направления. Люди, которые говорили о том, что денег на сегодняшний день, да, действительно мало, но и больше их не станет. И их предложением было все-таки искать так называемую зону неэффективности расходования средств, то есть расходовать средства, которые имеются эффективно. Люди призывают к рациональной и адекватной оптимизации здравоохранения, которая от них не направлена на сокращение учреждений здравоохранения, ПАПов или врачебных уставок, а той оптимизации, которая позволит адекватно, грамотно расходовать средства. Форум ОНФ за качественную и доступную медицину – это первый опыт открытого диалога врачей и власти. Все предложения, которые были сформулированы, в ходе обсуждений на дискуссионных площадках были озвучены президенту Владимиру Путину. Из них следует, что в последнее время в отрасли усугубились многие проблемы, врачей не хватает, очереди в поликлиниках стали больше, качество медицинских услуг упало. Скорее всего, после этого события в российском здравоохранении будут изменения, по крайней мере, на это надеются и врачи, и пациенты. И в завершении программы информация о погоде на завтра, 10 сентября. Партнер метеовыпуска – магазин «Диван-диванов». Устали переплачивать за мебель? «Диван-диванов» просто здесь дешевле. В четверг будет все так же дождливо и пасмурно. Температура воздуха днем плюс 9 градусов, ночью плюс 7. Атмосферное давление в норме 762 мм ртутного столба. Ветер северный умеренный 3 метра в секунду. Осеннее предложение от магазина «Диван-диванов». Большой выбор разумной цены «Диван-диванов» на «Ломоносова» 10 и «Депцина-6». На этом у меня все новости. С вами увидимся на нашем канале. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин